В оконце солнце светит ярко, И птица песенки поёт, Журчат ручьи. Восьмое марта, Восьмое марта к нам идёт. Цветы, конфеты и улыбки Вам дарим щедро от души. Мы любим вас И понимаем вы воплощение любви. Шестого марта, день Тимофей Весенний. День назван в честь преподобного Тимофея Пустынника. С юных лет уединился он в монастыре, Называемом символы. Потом много лет преподобный провёл в отшельничестве. Скитаясь по пустыням, горам и лесам, Он день и ночь возносил молитвы к Господу Богу. Так, постепенно дойдя до высших ступеней духовного совершенства, Он получил от Бога особый дар. Дар исцеления болезни и знания нечистых духов. Скончался он в глубокой старости. Преподобный Тимофей оставил поучение от соблазнов, Которые действенны сегодня. Он говорил, что, во-первых, важно не знать, Что есть на свете нечто соблазнительное. Для этого не следует попадать в такие места, В которых можно видеть или слышать дурное. Как говорил Иоанн Листвичник, Чего глаза не видели, Того и гортонь по одному слуху Не сильно желает кушать. Так и чистое тело получает от своего невидения Большое облегчение в духовной брани. Очень хорошо это относится к интернету. Не заходите туда, где есть соблазн и разврат ума. Во-вторых, не поддаваться влиянию худых примеров. Наоборот, помнить о примерах добродетелей святых людей. И если вас соблазняет поведение других, Разбирайте грехи свои, а не чужие. Будьте внимательны к своим мыслям, желаниям и делам, Чтобы они не привели к греху. Считалось, что этот день определял весну. Поэтому его называли Тимофей Весновей. По весновею и весна. Такая поговорка была. Какова погода сегодня, такая весна будет. Начинали дуть теплые, а не холодные ветры. В кленах и березах начиналось сокодвижение. Приметы. Каков Тимофей, такова и весна. Дожить до весновей, а там зима не страшна. Если вокруг дерева края тающего снега крутые, К холодной весне, пологие к долгой весне. Если встретишь белого зайца, обязательно выпадет снег. Сегодня в ночь снятся вещи и сны. Если во сне обрезаешь себе волосы к бедности, Заплетаешь косы к ложным слухам. Если ловите преступника, ваша жена вам изменяет. Заболеть во сне, здоровье наяву крепким будет. Заболеть во сне, здоровье наяву крепким будет. Заболеть во сне, здоровье наяву крепким будет. Барич Монни. Здравствуйте. Не подскажете, от шума в голове избавиться? Шум в голове, опять-таки, бывает от многих причин. От очень многих причин. Начиная от того, что так имеется с сосудами и почему они шумят. До многих иных, других причин. Поэтому, если понимать, вот у вас не было шума в голове. Как, допустим, до этого не было там геморроя. Что с вами произошло, вот вы должны понимать, что явилось причиной. То есть, все было нормально, никакого шума нет в голове. Либо это уже просто-напросто старческая, уже немощь. Из-за того, что сосуды головы там позабивались. Либо это может быть травма, либо это может еще что-то быть. Вот после чего? И вот это-то надо убирать. Вот если вы понимаете причины, тогда можно убрать следствия, которые нас досаждают. А если все это дело не понимать, ну, люди работают на аптеку, работают на врачей. И не получают ожидаемой помощи. Поэтому очень важно определиться. Я в свое время, опять-таки, вот если брать геморрой, который у меня был. Меня смотрел и врач, и не один, и хороший врач. И по знакомству, и то, и все, и свечи, и пятое, и десятое, и все это там такое. Но они не могли, а возможно и не хотели понять причину. То есть, они думали, что, допустим, питание, или еще что-то, или еще там что-то там такое. Но тут оказалась портальная гипертония. Шум в голове может быть от повышенного давления. Почему повышенное давление? Почему она там стучит? И я до этого как раз очень много вам рассказывал о причинах и следствиях. Поэтому кому-то я там советовал, кому-то я там подсказывал, кто-то делал. Ну, а есть люди, которые вроде и просят помощи, и что-то в начале. Толку никакого не получается. Вот, допустим, можно попробовать от шума в голове голодание. Причем, причем, голодание не раз надо сделать. И не одни сутки сделать, и не трое сутки сделать. А как минимум дней 5-7. И несколько раз. И посмотреть, как ваш организм реагирует на голодание. Уходит оно, шум в голове, или не уходит там, звон в ушах. Так что, все это можно сделать. Ну, должно быть желание. И должно все-таки, вы должны подумать головой. Не было, возникло. Ага. Отчего возникло? А как это можно убрать? Вот тогда будет получаться. А так? А так все бессильно.